Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет очень интересный проект по частному дому. Этот проект был с перепланировкой, занимались мы здесь под ключ ремонтом ванной комнаты и поехали, все по порядку. Итак, друзья, мы находимся в ванной комнате второго этажа. Это у нас была пристройка, причем наружная стена здесь была у нас каркасная и заказчик, когда обратился к нам, сказал так, имел небольшую проблему, как это все дело нам зашить и сделать из него нормальную ванную комнату. Вот, то есть, был деревянный каркас, мы его утеплили, так как положено по технологии и зашили весь наш деревянный каркас аквапанелью. По полу, видите, у нас с этой комнатой мы зашли в ванну, у нас один уровень пола. Дальше, вот здесь я буду спускаться, то есть, у нас здесь есть ступеньки, вот, остановимся здесь, у нас ванна с контактами находится на уровне, то есть, там пол у нас выше, здесь у нас пол ниже. В этой части у нас был сварен металлический каркас из профильной трубы, вот, сделаны ступеньки и обшиты все это дело у нас ЦСП, циметалстрочной плитой. Вот, экраны ванны точно так же обшиты у нас аквапанелями, и основную еще сложность составляла то, что одно у нас перекрытие было бетонное, а здесь, вот этот сбок пол, он у нас был деревянный, и нужно было нам состыковать два этих покрытия, на них уложить плитку. Мы это реализовали с помощью цементно-стружечной плиты, выровняли весь пол, даже было сделали небольшую стяжку, потому что лаги у нас были кривые, и уложили на пол наш керамогранит. К слову, в данной ванне у нас 5 видов плитки, вот, видим, одна матовая белая, другая стенка напротив ванной, и противоположная выложена в такой вот абстракции, вот, при входе вот здесь, вернемся, такие как будто бы лепестки у нас, пол, естественно, у нас доска, имитация, и экран ванной, это уже совсем другая коллекция, но заказчик сам решил подобрать, и выбрал вот такой вот цвет основной плитку. Вся наша ванна установлена на металлический каркас, были немножко сложности с установкой и с небольшим подключением, то есть, видим, у нас экрана практически не осталось, потому что занимает место ступеньки, вот, и ревизию для сифона мы сделали с торца, то есть, это у нас несколько плиточек, вот, мы сейчас обязательно покажем, которые в случае надобности можно будет достать и сделать, прочистить наш слевной телефон. Итак, друзья, на данной ванне у нас смеситель наружного монтажа от фирмы Гройя, очень хорошо он сюда вписался, с такой деликатной лейкой, вот, и видим, заказчики сами поставили такую вот полочку, где у них стоят какие-то предназначения, свечи, ну, и видно, арома масла, может, какие-то там соли. Унитаз у нас напольно отдали предпочтение заказчику именно такому, вот, фирмы Рокос, крышка, главное, опускание, вот, и иди сюда, здесь заказчик сам проявил инициативу, я такую штуку видел в первый раз, освежитель воздуха, и видим у нас вот такой вот маленький баллончик, то есть, его не видно, он не стоит, он прикреплен к бачку унитаза. Вот, один раз сжимаем, и вверх у нас благоухает. И закрывается оно автоматически. В данном проекте держатель для туалетной бумаги и различные вещи было принято решение закрепить на такие вот вакуумные держатели, вот, очень актуально, потому что сколько это у нас не вель, и чтобы не портить у нас стенку нашу крашеную, купили такой держатель, который хорошо справляется со своей задачей. Это очень актуально в ремонтах, так как мы не портим наши стены, и если вдруг захотим перенести какую-то вещь в другое место, у нас останется нетронутая поверхность. Так что возле унитаза у нас видим вегиенический тушь, во всех своих ремонтах мы пытаемся данную вещь реализовать, она на самом деле очень помогает, и в уборке тоже. И большой расположился у нас умывальник. Очень комфортно, есть место, где можно что-то поставить, хранить какие-то вещи. Видим, здесь стоят аксессуары. Естественно, напротив умывальника у нас есть крупное зеркало, и свисают у нас две такие вот барашечки. Кстати, это тоже очень хорошая задумка. Резервали через двухклавичный выключатель. Включается и можно регулировать яркость данной штуки. Как я уже говорил ранее, все стены мы зашивали аквапанелями, и вот здесь у нас по проекту была такая вот ниша, где должны были расположиться полки, но в данное время видим, люди используют его как место, где можно повесить, допустим, тот же халат. По мне, очень удачное месторасположение, так как не сильно бросается в глаза, и данная ниша сам так приносит нам максимальную пользу. Поскольку у нас это частный дом, у нас помимо полотенца сушителя, кстати, он у нас белый, у нас также есть при входе радиатор отопления. Поскольку ванна у нас финального типа, очень актуальная, в одной стороне у нас источник обогрева, и другой, наружный угол, кстати, он ограничен с улицей, висит у нас радиатор отопления. По потолку у нас две точки освещения, здесь немножко отошли от основного дизайна проекта, и из Китая заказали такие вот наглодные светильники с просеивательным света по бокам. Кстати, потолок у нас сделан из гипсокартона и покрашен у нас вольностойкой окраской. Друзья, данный проект еще необычен тем, что у нас одна ванная комната пенального типа и имеет два выхода в две разные комнаты. Вот, главное согласовать этот момент, чтобы из двух разных комнат люди встретились в одной этой самой ванной. Как я уже говорил, второй источник тепла у нас наружный угол дома и стоит у нас радиатор отопления. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем и дальше снимать для вас еще больше полезной и красивой информации. Всем пока! Пока!